В этом видео покажу, как работать с одним из моих самых любимых продуктов – твердым гель-лаком. И также покажу секрет, как можно нанести его очень близко к кутикуле, не испачкав кожу. И попробуем новые коллекции от Model 1 с виниловыми пластинками. Не переключайся! Привет! С вами Анастасия. Сегодня будем работать с твердыми гель-лаками. Я немного удивилась размеру коробки, потому что она достаточно маленькая, и при этом там написано, что входит 21 цвет в каждую коллекцию. Предполагаю, что это будет твердый гель-лак в палетке, но, наверное, каждая секция будет достаточно маленькая. Прикольное оформление действительно в виде пластинки, и в наборе также идет вот такая черная складная кисть для геля, которую мы как раз можем использовать для нанесения цветов. Вот таким образом открываем ее и работаем с ней. Ну, а потом закрываем обратно, и это будет служить как такой колпачок. Кстати, такие кисти очень удобны в перевозке. Достать эту пластинку не так уж просто, когда у тебя длинные ногти, но я все-таки справилась. С другой стороны, можем видеть оттенки, которые нас ждут внутри. Давайте скорее открывать. Мне нравится, что везде есть вот такие защитные наклейки. Это значит, что ничего не прольется. Мой самый любимый момент в распаковке, когда снимаем вот эту пленку. Там, кстати, написано, что если будут какие-то видны капли, ничего страшного, все так и должно быть. Секции действительно очень маленькие, и, если честно, я думала, ну их вообще, наверное, хватит буквально одну типс покрыть. Я сделаю выкраску, вот она и закончится. Но оказалось, все не совсем так, чуть позже увидите. Теперь давайте откроем вторую коллекцию. В ней все то же самое. И, кстати, на крышке этой пластинки также есть QR-код. Если его считать с помощью приложения TikTok, то включится мелодия, которая соответствует этой коллекции. Здесь также идет кисть в наборе. И, кстати, я уже немного открывала этот набор, если честно, перед распаковкой, поэтому он лежит не совсем правильно. Судя по оттенкам, в этом наборе цвета будут более спокойные, осенние, есть несколько блестящих, но есть и основные. Интересно. Ну что, давайте попробуем некоторые цвета. Всю выкраску я, конечно, делать не буду. Я сразу обратила внимание на вот этот блестящий синий. Мне показалось, что он должен выглядеть классно, но он оказался совсем полупрозрачным. Хотя потом я подумала, что, может быть, это даже классно. Получается как такой витражный оттенок с блестками. Если нанести его в один оттенок, то получается вот такой совсем прозрачный цвет, а уже в два цвет получается поплотнее. Но если хотите совсем такой абсолютно не просвечивающий синий, то, конечно, лучше использовать подложку. С твердыми гель-лаками я работаю уже некоторое время, и вот что я поняла. Если они хорошего качества, то вам не нужно очень много гель-лака, чтобы покрыть один ноготь. Темно-синий оттенок тоже сразу привлек мое внимание, и я зачем-то взяла слишком много. Как видите, очевидно, что это перебор для покрытия всего одного типса, потому что эти твердые гель-лаки ложатся очень тонко, и некоторые цвета имеют достаточно хорошую плотность. В этом и фишка, что вы будете тратить его совсем чуть-чуть. А вот этот сиреневый прям в точности в цвет моих перчаток. Из другой коллекции тоже попробовала несколько оттенков. Большинство основных цветов достаточно плотные и хорошо покрываются в один слой, а вот блестящие почти все полупрозрачные, поэтому они выглядят вот так в один слой, и для получения плотного оттенка понадобится второй. Продукты интересные и я считаю очень полезные для начинающих мастеров, для тех, кто мучается с ровным покрытием у кутикулы, потому что таким цветом гораздо проще сделать это ровно. И также есть еще одна фишка, ее я покажу чуть позже. Тем временем пора переделывать мои ногти. Здесь было наращивание, потом коррекция, и с ними я после коррекции ходила еще, наверное, 6-7 недель. То есть они жестко переношены, и наконец-то настало время их снимать. И здесь я поняла, что на большом у меня был немного недосушен материал. Коррекцию я делала практически в дороге с совсем маленькой лампой, и думаю, что ее мощности просто не хватило, чтобы до конца просушить материал. Но это, кстати, произошло только на большом. На всех остальных ногтях он просушен. Получается, последние месяца 3 я все время ходила с длинными, нарощенными ногтями, и после этого, особенно после сильно переношенной коррекции, у меня всегда наступает период, когда мне просто хочется походить со своими ногтями и с гель-лаком с небольшой длиной. Напишите, если у вас так же. Но, кстати, после того, как я хожу с ними, где-то 2-3 недели, мне снова хочется сделать себе длинные. Это, наверное, так же, как с волосами. Когда у тебя длинные, сразу хочется подстричься. Подстрикся, через какое-то время снова хочешь длинные и бежишь наращивать. Пока спиливала длину, чуть не забыла, что я же вообще-то хотела сделать укрепление натуральных ногтей, и случайно укоротила слишком сильно один. Ну, что ж поделать, сейчас будем подгонять длину. Форму буду делать овальную, и это, на мой взгляд, одна из самых удобных форм, особенно, когда мы работаем с натуральными ногтями. Ну, что ж, приступим. Сначала отодвигаем кутикулу апельсиновой палочкой. Каждый раз, когда я делаю свои ногти, у меня прямо уже есть какие-то определенные ритуалы. Например, я всегда наливаю свой любимый мятный чай, иногда включаю сериал, а иногда смотрю какие-то онлайн-курсы, которые прохожу. А напишите, что вы делаете, когда обновляете себе ногти. Кстати, YouTube я тоже иногда смотрю. Почему-то именно делая себе ногти, у меня ощущение, что это прямо такое, знаете, время для себя. То же самое, как когда ты принимаешь ванну, например, читаешь книжку. То есть, проводишь время, ухаживая за собой. Что, в общем-то, так и есть. Я ведь делаю ногти себе. Закончила с формой, теперь приступаем к маникюру. Сначала буду работать аппаратом. Фреза пламя, скорость примерно 18 тысяч оборотов. Сначала работаю на режиме форвард с левой стороной. Маникюр закончен. Обожаю вид таких чистых, подготовленных ногтей. Абсолютно чистая, сухая ногтевая пластина, знаете, как подготовленный холст, на котором мы сейчас будем что-то изображать. Сначала наношу дегидратор. Дожидаемся полного высыхания. И далее наносим бескислотный праймер. Так как ногти у меня в удовлетворительном состоянии, то наношу праймер только на свободный край для улучшения сцепления. И далее тонкий слой базы. Базу использую от того же бренда Model Ones. Еще одна фишка твердых гель-лаков, о которой хотела вам рассказать, это то, что их можно нанести супер тонко. То есть слой получается прямо тончайший. И это огромный плюс, когда вы хотите избежать лишнего объема. Ну, например, работаете с широкими ногтями, которые при толстом покрытии получаются и так слишком широкими. Выравнивание я решила делать не базой, потому что та база все-таки не совсем подходит. Она очень жидкая. Есть специальный гель в бутылке. Им я укрепление и сделаю. Сначала просто наношу тонкий слой. Не просушиваю. Дальше ставлю каплю у кутикулы. И аккуратно тяну ее вниз. То есть вы должны увидеть такой небольшой треугольник. И затем еле касаясь этой же кисточкой, распределяю вот такими движениями вниз. Только следите, чтобы не стащили все вниз. Ведь у нас все-таки должен остаться апекс чуть ближе к кутикуле. Выравнивание на небольшой длине всегда стараюсь делать без фанатизма, потому что мне очень не нравится вот этот вид сильно объемных ногтей. Мне кажется, гораздо красивее. И вообще в идеале, чтобы получился эффект ногтей просто покрытых лаком. Но для укрепления, конечно, нам все-таки нужно добавить немного объема. Если вы его сконцентрируете именно по центру, то есть в зоне апекса, то такие ногти не будут выглядеть толстыми и объемными. Обычно объем появляется именно, когда мы перебарщиваем с толщиной, например, около кутикулы или вдоль боковых сторон. Еще бывает очень много материала на свободном крае. Вот это сразу утяжеляет ногти. Не только визуально, но и со временем покрытие может откалываться. Напускала я немного пузырей при покрытии большого ногтя. И я всегда стараюсь от них избавиться, насколько это получается. Сделать это можно очень тоненькой кистью. Как бы аккуратно вытягиваем этот пузырь. Либо иногда их можно просто проколоть. Далее все просушила. Одну минуту в диодной лампе. Ногти с выравниванием готовы. Приступаем к покрытию цветом. Вы помните, на какие оттенки я обратила внимание. Именно их я и буду использовать для своего маникюра. Вот такой сиреневый и также темно-синий. Итак, в чем фишка покрытия твердым гель-лаком? Сначала берете небольшое количество и как бы толкаете к линии кутикулы. И как только видите, что сформировалась линия, только после этого распределяем его вниз. Мне кажется, что такая техника и вообще этот материал должен понравиться начинающим. Потому что когда вы работаете со средней или жидкой консистенцией, если вдруг вы случайно коснулись кожи, то все, там сразу получается сильный затек. А если мы еще и работаем с темным цветом, таким как вот этот темно-синий, то все, вся кутикула залита и ее очень сложно отмыть. А здесь, даже если вы случайно коснетесь кожи, вам будет очень просто его стереть, потому что он не будет растекаться. Там просто останется точка, которую вы убираете апельсиновой палочкой. Тут главное только не переборщить с толщиной у кутикулы. То есть, когда вы подталкиваете туда материал, образуется небольшой козырек. Ни в коем случае не оставляйте его. Дальше при распределении кисточкой накрываем этот цвет, как одеялом, и распределяем его, чтобы не получилось такого выраженного бортика у кутикулы при отрастании. Так как у меня очень глубоко посаженные ногти и выраженные валики, я пропускаю где-то полмиллиметра-миллиметр по бокам и не покрываю его цветом. Но обязательно покрываю базой и топом. И еще мне очень понравился вот этот черный с блестками цвет. А так как ногти закончились, то мне только оставалось, чтобы попробовать его на большом. Как вы помните, из этой коллекции все оттенки с блестками были достаточно прозрачными. Ну и с этим оттенком я рассчитывала, что мне понадобится много слоев, но нет, как вы видите, в один слой получается очень даже себе плотный. Но все зависит от того, как вы его покроете. Если, конечно, совсем тонко распределить, то все равно он светит. Нет, все-таки второй слой нам потребуется. Обязательно хорошо просушиваем первый слой. И вот что у нас получилось, и это только один слой. Мне кажется, что второй все-таки нам не помешает, особенно на темно-синем оттенке, так он получается более насыщенный. Второй слой, как правило, идет уже намного быстрее. У вас уже есть красивая линия у кутикулы. Задача просто продублировать его и распределить максимально равномерно. Потом я подумала, что все-таки будет скучновато, если у нас просто синие и сиреневые ногти. Но надо же добавить что-то еще интересного. И обнаружила, что в этой коллекции есть очень красивый перламутровый оттенок, который сам по себе не имеет цвета, он полупрозрачный. Но если мы нанесем его поверх другого, то получим очень красивый эффект. Так что я решила нанести его сверху на сиреневый и потом на синий. Забегая вперед, сразу скажу, что на сиреневом практически не было видно разницы, но такое небольшое поблескивание на солнце. А вот на синим получилось очень даже симпатично. Кстати, именно с этим перламутровым оттенком и соседним, который был в палитре, у меня произошла небольшая неприятность. Я снимала видео, и мне показалось все-таки маловато. Я решила открыть шторы, а это был как раз очень солнечный день. И несмотря на то, что прямых солнечных лучей все равно не попадало на мой рабочий стол, видимо, где-то ОФ-излучение попало, и появилась такая корочка. То есть полностью, к счастью, цвет не заблеверизовался, но все-таки часть стала твердой. Поэтому будьте осторожны, сразу же закрывайте такие палитры при работе, и вообще держите их как можно дальше от естественного света. Я все-таки покрыла и большой вторым слоем, все просушила одну минуту, и далее нам осталось все покрыть топом. Как вы видите, покрытие действительно получается очень тонкое, так что я советую его для каких-то дизайнов, например, если вам нужно сделать очень тонкую подложку начинающим мастерам, потому что действительно легче сделать линию у бутикулы, но и профессионалам тоже. Если вы уже работали с твердыми гель-лаками, напишите свое мнение, как они вам, стали ли бы вы использовать такие в работе. А что касается в объемах, они уже выпустили отдельные цвета в больших баночках. Покажу вам их обязательно в следующих видео, так что не забывайте подписаться, чтобы это не пропустить. Спасибо за просмотр и до новых встреч! Пока-пока!